что я понял в 34 часть 2 глобально про взаимоотношения с людьми одна из самых важных вещей это то что я оказывается не должен быть удобным оказывается ты не должен угождать ты не должен ухаживать ты не должен стараться ты не должен прикладывать усилий ты в целом не должен и это просто супер удивительная инфа оказывается если тебя кто-то о чем-то просит ты можешь от чего-то отказаться вообще слова нет оказывается становится криптонитом это становится твоим огромным хаммером тора в твоем мире в твоем в твоих возможностях ты обалдеешь от того насколько люди будут гневосно и ужасно относиться к тебе в тот момент когда ты будешь говорить нет ты удивишься сколько всего ужасного мерзкого и издевышного ты узнаешь о себе в тот момент когда ты для кого-то перестанешь быть удобным ты увидишь насколько люди будут тебя унижать гневиться и издеваться над тобой в тот момент когда ты скажешь им нет я об этом узнал тоже достаточно поздно например если тебя на работе попросят попросят не прикажут попросят что-то сделать что никак не относится к тебе чего тебе делать не хочется что за что тебе не платят ты удивишься насколько ты станешь отшельником с одной стороны и насколько ты будешь уважать и чувствовать себя хорошо с другой допустим какая-нибудь опалоумевшая бабка которая тебе не нравится и даже если даже у вас там плюс-минус хорошие отношения условно хорошие отношения вот как раз таки вот до этого момента она попросит тебя спустить коробку но эта коробка очень тяжелая а ты условно говоря она работник кадров а ты электрик и она просит тебя пожалуйста сними мне коробку а ты можешь легко сказать без загрязнений совести нет не хочу она скажет ну как же так ты же мужчина на что ты можешь резонно ответить так а ты женщина но я не вижу чтоб ты мне готовила борщ и вот тут начнется удивительное путешествие в ненависть манипуляции и в ужас который ты увидишь глазах этих людей вы представляете сколько из этих людей впервые узнают о том что им кто-то может отказать то же самое допустим на улице кто-нибудь тебя попросит не знаю там что нибудь поддержать а ты скажешь нет и пойдешь дальше или например какой-то условный человек как с которым ты мало знаком мало общаешься и который чаще всего звонит тебе только исключительно за тем чтобы что-то ты мог для него сделать он тебе позвонит и скажет например там дружище хотя какой он тебе дружище помоги мне переехать и ты скажешь нет когда ты научишься говорить нет у тебя отвалится из твоей жизни огромное количество людей которые с тобой были только для того чтобы ты был для них удобен то же самое касается и взаимоотношения с женщинами а вот тут ты вообще обалдеешь от того что большинство людей если ты только начал прозревать и начал задаваться вопросами ты обалдеешь насколько огромное количество из них совершенно в тебе не заинтересованы как в личности они заинтересованы в тебе вот как в молотке или гаечном ключе условно говоря когда-нибудь условная женщина скажет пойдем сходим в кино но за кино будешь платить ты давай сходим там не знаю там в пиццерию но как бы за счет платишь ты и выбираешь пиццерию ты а с этой женщиной ты даже не спал но как только ты скажешь нет не хочу не интересно ты не представляешь сколько ненависти и желчи ты выслушаешь свою сторону знаешь какая обратная сторона у того когда ты научишься говорить нет люди начнут тебя ценить с первой стороны и со второй ты а эти люди сами на автомате начнут отваливаться от тебя и делает твою жизнь лучше здесь мы подходим к стадии номер два люди которые тебя окружают проанализируй свое общество проанализируй тех кто находится в кругу твоих знакомых те с кем ты поддерживаешь связь тоже достаточно поздно я понял я ощутил то что в большинстве общений я являюсь инициатором но тогда получается что это мне нужно больше чем им то есть я начинаю разговор я его инициирую я задаю вопросы я задаю темы я что-то предлагаю человек с обратной стороны только принимает это неважно это мужчина женщина старше младше неважно то есть ты инициатор ты рождаешь темы ты поддерживаешь разговор ты пингуешь и так далее а тебе это надо возможно в твоей голове это будет звучать а с кем я тогда буду общаться но тут же тебе стоит задать вопрос а тебе это общение нужно я тебе отвечу на этот вопрос нет это общение опустошает тебя опустошает тебя физически эмоционально это общение делает тебя хуже и делает тебе хуже если ты являешься инициатором тебе больно того что человек отвечает односложно что он не заинтересовывается в общении том что каждый день ты его пингуешь там или еще что-то или перестань с ним общаться или с ней с этим человеком зачем тебе общение с ним если оно не делает тебя счастливее и лучше я очень поздно понял очень важную вещь что цель твоей жизни быть счастливым прийти к состоянию в котором ты получаешь удовольствие от каждого дня от того как ты просыпаешься от того как ты кушаешь от того кем ты работаешь чем ты занимаешься какие у тебя хобби твоя задача быть счастливым безусловно негатива в твоей жизни будет предостаточно но от него наоборот это негатив не который должен выбивать тебя из колеи а тот который должен создавать знаешь как перчик чили в борщике то есть борщик он и сам по себе вкусненький но добавить немножечко перчика тоже очень важно для того чтобы почувствовать вот эту вот остроту когда ты чувствуешь что есть контраст вот негатив должен в твоей жизни занимать место только вот из этого небольшого количества перчика если ты варишь суп и столько из чеснока лука ненависти слез ужаса панических атак депрессии и безумия но это не борщ это вот ну типа адское варево тогда ну проще реально ну я не знаю кислоту какую-нибудь жрать вот лимон просто себе выдави и вот жри в лимон типа он сделает тебе там язву подагру и так далее зачем вари борщик из лучших качественных вкусных ингредиентов хороших овощей отличных фруктов хорошего отличного мяса ну а перчик ну добавь потом для того чтобы просто вот ну типа то же самое удивительно когда ты когда эти негативные люди люди которые создают твоей жизни безумие хаос начнут отпадать ты удивишься тому насколько твоя жизнь становится спокойнее размерение приятнее первое время ты будешь чувствовать пустоту в своей жизни потому что раньше твою жизнь наполняла огромное количество людей которые создавали впечатление будто бы в твоей жизни есть что-то какие-то движения какие-то эмоции какая-то энергия и тебе было плевать на тот момент что эти эмоции были негативными о том что это она энергия была негативной неприятной но убивала тебя она делала тебя неприятнее она делала твою жизнь хуже а сейчас твоей жизни освободилось огромное количество мест для людей других для людей лучше чем те что были у тебя появилось огромное количество новой энергии и времени для того чтобы его заполнить чем-то иным вспомни о том какие ты любишь хобби какие ты книжки давно хотел почитать какую музыку ты хотел послушать а если у тебя новая музыка и так далее может быть стоит посмотреть у любимых групп не вышли ли новые альбомы и так далее и так далее может быть тебе стоит поискать новую какой-нибудь хобби или новый стиль музыки который тебе вдруг может понравиться ну и так далее прикинь когда тебе не нужно никому угождать когда тебе не нужно эмоционально вовлекаться еще одна очень важная штука которую я понял в 34 это оправдание обалдеть я никогда не думал что мне не нужно оправдываться прикиньте нас с детства заставляли оправдываться а в этом нет необходимости в этом нет смысла в этом нет ничего значимого прикинь оказывается оправдываться это негатив оказывается оправдываться это эмоционально больно это эмоционально опустошает тебя когда ты оправдываешься тебе приходится создавать впечатление видимость придумывать какие-то лгать придумывать причины и лгать для того чтобы объяснить почему ты не хочешь что-то делать просто потому что ты не хочешь просто потому что ты так хочешь или может даже если ты как-то это для себя объяснил внутри то тебе не нужно это объяснять другим оказывается большинству людей не нужны твои оправдания более того зачастую твои оправдания больше тебя закапывают потому что дают больше информации к которой можно привязаться если ты чаще оправдываешься перед работодателем ты можешь процессе оправдания дать какие-то новые сюжеты какие-то новые причины для того чтобы наоборот сделать тебе хуже со стороны работодателя если тебе говорят хочешь ли ты идти а ты можешь сказать нет и все и человек будет стоять ждать пока ты будешь оправдываться а на твоем лице будет просто кирпич ты говоришь нет и человек со временем он привык что кто-то перед ним расстилается то есть получается что когда ты оправдываешься ты унижаешься перед людьми ты ставишь себя ниже чем какой-то человек потому что тебе приходится находить оправдание перед человеком потому что этот человек якобы заслуживает оправдания нет никто не заслуживает твоих оправданий за редким исключением иногда тебе нужно оправдываться например если это учеба тебе нужно объяснить почему ты отсутствовал или на работе тебе нужно вкратце объяснить почему ты отсутствовал да или но и это должны быть неглубокие объяснения и они и хватит односложными по семейным причинам так сложилось или например на учебе я болел или например тебя зовут на какую-то вечеринку или на какую-то тусовку в которой ты не хочешь быть ты говоришь я не хочу тебя спрашивают почему а ты говоришь не хочу и на этом разговор заканчивается тебе сто процентов стоит с той стороны скажет ну ладно нет так нет давай все понимаете вот настолько просто оправдание морально унижают и угнетают тебя вынуждая создавать череду объяснений уж и и ситуации которые не имели места быть у тебя есть нормы стандарты причины но ты не обязан не должен и в этом нет никакой необходимости ставить в известность о них других твое окружение напрямую определяет тебя и твое создание с твое сознание твою реальность твое мировоззрение объясню мне очень нравится объяснение в маринад то есть к маринованным огурцам то есть уже маринованным то есть не соленым а маринованным огурцам добавить свежий огурец то стать маринованным у свежего огурца это не право выбора это факт этот огурец станет маринованным Спустя определенное количество времени. Поэтому твоя среда четко определяет тебя и твое информационное поле. Если, допустим, основное количество людей, которые тебя окружают, нытики или просто люди депрессивные, негативные, то счастья в твоей жизни не будет. Потому что каждый из этих людей находится в негативе, в депрессии, в панических атаках и так далее. И эти люди рано или поздно заразят тебя, либо обратят тебя в свою веру, в которой ты тоже будешь постоянно депрессивным, негативным, потому что у тебя другого взгляда на мир нет. Нет. Откуда ты узнаешь, что такое быть счастье, если 100% времени, твоего нормального времени, эти люди постоянно негативны? Эти люди делают твою жизнь хуже. Тебе не нужны эти люди. Если ты не можешь отвязаться от этих людей, если, допустим, эти люди являются частью твоей семьи, минимизируй связь с ними или попытайся полностью исключить возможности общения с ними за редким исключением, в который вы будете просто информационно обмениваться, либо ты просто будешь ставить людей перед фактом, я хочу с тобой пообщаться, но мне не нужен вот этот вот негатив. Если все твои люди вокруг тебя занимаются алкоголизмом, наркоманией, табакокурением или употреблением плохой еды, или они занимаются самодеградацией путем, там, doom-скроллинга, там, в тиктоке, в инстаграме, или занимаются исключительно показушничеством, когда весь их мир, все их существование, абсолютно их реальность создана, рассчитана и используется только для того, чтобы создавать о себе видимость, ты тоже будешь этим заниматься, ты хочешь этим заниматься, вряд ли, ты адекватный, взрослый, трезвый человек, зачем тебе заниматься, зачем тебе казаться, а не быть, может быть проще и лучше, выгоднее, важнее быть. Если ты 100% времени посвящаешь себя тому, чтобы смотреть негативные новости и так далее, если 100% времени, если это не используется лишь отчасти, я, например, в течение дня трачу примерно полчаса на просмотр новостей, я скроллю ленту, смотрю, что куда, где прилетело, кто куда пришел, что где там упало там и так далее, то есть я смотрю, но эти новости, они являются лишь частью моего времени, когда я мою посуду, там подметаю пол, там типа зашиваю себе там шорты и еще что-то, но если весь твой мир состоит из этого, то ты будешь всегда подавлен, разрушен и в негативе, нужно ли тебе это? Нет. Ты сам формируешь свою жизнь, ты сам формируешь свое окружение и с тобой тоже должны считаться. У тебя должны быть стандарты и нормы, ты сам определяешь то, что тебе нужно или нет. Нет, не мама определяет то, с кем тебе разговаривать, если ты взрослый и трезвый человек. Не твои друзья определяют то, что ты должен есть. Ты сам четко должен и обязан понимать, кто тебе в жизни нужен и что тебе в жизни необходимо. Если ты отлично понимаешь, что у тебя есть хобби и у тебя есть определенный набор друзей или знакомых, которые занимаются саморазрушением и так далее, то пришло время от этих друзей отказываться или изменяться, потому что эти друзья, условные друзья, в этом еще нужно разобраться, не создают твоей жизни ничего позитивного. Если ты начнешь со временем отказываться от алкоголя и табака, эти друзья, они сами уйдут из твоей жизни, потому что у вас больше ничего не будет общего. Начни задаваться вопросами и разбираться, кто это, что это и самое главное, зачем это и нужно ли тебе это. Например, смотришь ты в огромном количестве новостей, например, это новости политические, негативные и так далее. Давай зададимся вопросом, нужны ли тебе эти новости? Ты им, возможно, ответишь да. Следующий вопрос, а зачем? Ты скажешь, ну я хочу быть в повестке. Хорошо, стоит ли тебе все свое время тратить на это? Тут же будет абсолютно логичный ответ. Нет, зачем? Либо ты можешь себе ответить, да, иначе я что-то пропущу. А нужно ли тебе быть в курсе настолько точного количества новостей, насколько тебе нужно? И тут уже понятно, что нет. Нет, можешь ли ты обойтись короткой сводкой или, например, парой видеороликов в течение 15 минут каждый, который будет сублимированно подобать тебе информацию. Можешь ли ты этим обойтись? Ну в целом да. Ну тогда может быть отказаться от думскроллинга и заняться чем-то другим. И тут же логично тоже будет. Ну да. Допустим, у тебя есть огромная компашка друзей, которые сидят на запрещенке. Вот ты задаешься вопросом, они тебе нужны? Ты такой, ну это же мои друзья. А что они привносят в твою жизнь? Пойми, что ты как единица. Ты человек, который что-то привносишь сам, и много людей привносят в тебя или тебе. И вот теперь вопрос. Эти люди приносят что-то позитивное в твою жизнь? Ты такой, ну я с ними провожу время. А ты хорошо с ними проводишь время? Ну мы там, например, там подбухиваем, да, или подкуриваем. Алкоголизм, табакокурение, наркомания и прочее делают твою жизнь лучше? Ну очевидно, что нет. Ну очевидно, что нет, что ты убиваешь свой организм. Так может быть проводить как-то по-другому свое время. Но ты задашься логичным вопросом. Но если вот ты, например, Паша, мне говоришь, что типа вот так вот поступить. А с кем мне общаться? Вопрос. Хороший вопрос, отличный вопрос. Я не знаю, откуда ты родом или где ты живешь, но в любом маломальском месте по-любому есть интернет, ты же меня как-то смотришь, где ты можешь найти огромное количество форумов, ютуб-каналов или каких-то других ресурсов, где ты можешь найти единомышленников. Форумы до сих пор существуют, опять же, тот же там Reddit, вот, или там для двочующих тоже до сих пор там существует. Борда, конечно, не та, но все-таки существует и в целом цветет и пахнет. Начинай находить людей, у которых с тобой много общего. Если ты любишь музыку, находи людей, которые играют или обсуждают или слушают музыку. Если ты, например, из большого города, например, такого там как Питер, Москва, Бангкок, не знаю, там Буэнос-Айрес или что-нибудь подобное, там Париж, Нью-Йорк, неважно откуда ты. Сто процентов есть тусовка чуваков, которые просто сидят и на шикарной акустике арендуют помещение и просто кайфуют. В Питере есть такие прослушивательные комнаты, есть огромное количество и в Москве, и в Буэнос-Айресе, где угодно. Просто чуваки арендуют помещение, либо тусуются у кого-то одного, они заходят гульбой, включают какую-нибудь виниловую пластинку какую-нибудь, не знаю, там, Бенни Бенаси, Гипнотика, потрясающий, кстати, альбом. Вот, они включают пластинку и просто сидят и кайфуют от музыки. Они общаются, обсуждают музыкальные аспекты или еще чего-то, и там люди по-любому сто процентов будут обсуждать новые альбомы, новую музыку, новые пластинки, может быть, какие-то книги, фильмы и так далее. Это же клево, это люди, которые привнесут что-то новое в тебя и тебе, и ты, возможно, с чем-то сможешь с ним поделиться. Это же просто обалденно, это же круто. И это касается всего. Чтобы найти новых друзей, тебе нужно найти новые знакомства. Новые знакомства находятся, а, в интернете, новые знакомства находятся в реале, во всяких кружках по интересам. Кружках, всяких там приколюхах, огромное количество кружков, каких-то интересных мастерских для взрослых людей, не только для детей. Дети, не только дети достойны счастья, взрослые тоже достойны счастья, и ты лично тоже достоин счастья. И это счастье достижимо, и не всегда оно стоит больших денег, и даже не всегда оно стоит денег. Понимаешь? Есть куча людей, у которых есть помещение, у которых есть хобби, но они ищут людей, с кем они могут его разделить, и ты можешь к ним примкнуть. Это же так круто. Есть огромное количество людей, которые занимаются в тренажерных салах, или на воркаутах, каким-нибудь там пилатесом, не знаю, там какой-нибудь йогой. Попробуй. Вдруг понравится. Волейболы, футболы, настольные теннисы, кортные теннисы и так далее. Нравится физическая нагрузка или там гонять мяч? Welcome. Нравится рисовать, или ты никогда себя не пробовал? Сходи, попробуй. В любом случае ты начнешь общаться. Если тебе сложно общаться с людьми, есть такая штука, как чат-рулетка, она работает. Просто начни пользоваться чат-рулеткой, и ты научишься начинать разговор. Или кто-то будет начинать разговор с тобой, ты научишься строить этот разговор, ты научишься рассказывать о себе, ты научишься очень быстро знакомиться с людьми, обмениваться с ними координатами, контактами, инстаграммами, там, не знаю, еще чем-нибудь. Есть много ресурсов, где ты можешь начать этим заниматься. Если у тебя есть проблемы с тревогой или там с нервами, у тебя там панические атаки, есть книжка Роберта Лихи, называется «Свобода от тревоги». Хорошая книжка, на днях закончил читать, потрясающее руководство от практикующего психолога со своей клиникой. Есть четкий план работы, что, как, какие вопросы задавать. Это хороший инструмент для того, чтобы привести свою голову в порядок. Начинай пользоваться благами планеты, начинай мыслить, перестань плыть по течению, пойми, что твоя жизнь, она одна. Что бы тебе ни рассказывали, какие там философские течения, религии и так далее, у тебя есть жизнь сейчас. Одна из главных проблем нашей реальности заключается в том, что у нас есть синдром отложенной жизни, о которой я поговорю в другой раз, потому что это большая тема. Но когда ты живешь прошлым, вытягивая проблемы и неся эти проблемы прошлого на себе, как огромный груз, это тебе не нужно. В следующих роликах об этом поговорим. Призрачного будущего, о нем тоже говорить нет смысла, потому что твое призрачное будущее будет когда-то в другое время. А то, что сейчас, как будто бы не важно, это ложь. Важно как раз таки то, что есть сейчас. Если у тебя есть цели, круто, ты будешь их достигать, ты достигаешь их прямо сейчас. Но цели, это задачи на будущее, которые ты достигнешь после. Пусть цели будут твоим будущим, но жить сейчас тоже нужно. Нужно радоваться этому. Нужно радоваться тому, что ты проснулся. Нужно радоваться тому, что у тебя есть еще один день, что светит солнышко, что у тебя все в порядке, что у тебя есть две ноги, две руки, ты можешь вкусно кушать. Приготовь себе что-нибудь вкусное. Научись что-то готовить. Вспомни, что ты любишь. Вспомни, что делает тебя счастливым. Начни практиковать трезвый эгоизм. Начни думать о себе. Перестань думать обо всех. Эти все очень маловероятно, что будут думать о тебе. Большинство людей в твоей жизни только до тех моментов, пока ты для них удобен. Либо люди, которые будут для тебя, являются для тебя исключительно декорацией. Когда ты идешь по оживленной улице, где-нибудь там в центре Питера или Москвы, никто из этих людей о тебе не думает. Никто из этих людей не является частью твоей жизни. Они всего лишь мимолетные видения. А зачастую даже и не оно. Это просто декорация. Это просто то, что тебя окружает. То, что создает общий фон. Эти люди никогда не думали о тебе. А если и подумали, то это заняло у них лишь миг, просто зацепившись тебя. И они тут же забыли, потому что у них свои проблемы. Перестань заботиться о других. Перестань думать обо всех подряд, кроме себя. Начни с себя. Начни думать о себе. Делать лучше себя. Делать лучше свою жизнь. Тем самым создавая собственную ценность. Начни формировать свою личность. У многих из нас нашу личность уничтожили еще в детстве. Говоря о том, что будь как все. Не выделяйся. Делай так, как тебе говорят. Но это уничтожило нашу с вами идентичность. Давайте это возвращать в свою жизнь. Давайте вспоминать о том, что мы любим. Что мы ценим. И чего мы хотим. Хотим мы, а не кто-то другой. Перестаньте быть удобным инструментом для того, чтобы делать хорошую жизнь для других. Начните создавать себя. Начните делать так, чтобы другие хотели сделать твою жизнь лучше. Другие для тебя, а не ты для всех. Чувствуешь, какая грандиозная разница, когда все хотят сделать тебе лучше, а не ты хочешь сделать всеми и впоследствии растворяешься во всех и являешься ничем. Начни являться всем. Такой вот интересный ролик. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, что тебе понравились мои мысли. И я надеюсь, что было для тебя полезным. Если хочешь поговорить со мной отдельно, записывайся на консультацию. Ссылка в описании. Если хочешь просто помочь мне и каналу, также ссылки в описании. Номер кошелька. Welcome. Принимаю. Если хочешь просто меня отблагодарить, поставь лайк, подпишись на канал, бей в колокол, чтобы не пропускать новые видео, и пиши несколько комментариев. Это поможет каналу продвигаться и быть лучше. А еще лучше, если ты об этом видео расскажешь своим друзьям. До скорой встречи в следующем видео. Я был очень рад видеть вас. Счастья и добра. Счастья и добра.